Привет, слава вас! И вы знаете, вы написали, что вам тревожно за ребенка, и вы написали, что вы не уверены в себе, вы написали, что бабушка не приходит к ребенку и не занимается ею. Вот эти три момента. Связаны ли они между собой? То есть вы не уверены в себе, потому что вы переживаете за ребенка, потому что к нему не приходят бабочки. Значит, если это так, то коим проблемы кроются в том, почему не приходят бабочки. То есть есть, так сказать, конфликт между вами и бабочками. И соответственно на разбиранцев. Семерный конфликт и тратный конфликт решить. С обязательным учетом того, что бабочки люди пошелые, и переведите их в чем-либо не представляется возможным, а ждать ли столько принимать их такими, какие они есть. Если вы считаете, что бабочка носит ребенку, то вам придется в чем-то вступить. А можно и другая ситуация, что бабочки не приходят к ребенку, потому что вы не уверены в себе и для того, что переживаете за ребенка. То есть мало того, если вы при такой интерпретации бабочках видите угрозу своему ребенку, так еще и вы не уверены в себе, потому что вы за него переживаете. Когда ваш страх, скорее всего, уйдет из детства, то есть вы, так или иначе, накладываете свои страхи для ребенка, значит, на те страхи и те ощущения, которые у вас были, когда вы были маленькими. И, соответственно, нужно прорабатывать те страхи, которые у вас были, когда вы были в детстве. И, соответственно, это разбор ваших детско-родительских отношений уже получают. Далее. Далее. Бабочки не приходят, потому что вы боитесь за ребенка, потому что вы не уверены в себе. При таком построении проблемы, можно говорить о том, что ваша неуверенность в себе началась еще до рождения ребенка или после, неважно, и вы в чем-то видите слабость. То есть вы сами в себе видите слабые стороны. И эти слабые стороны оставить неуверенность в себе. Ну, соответственно, нужно в этом случае озвучить, назвать, выявить эти самые слабые стороны, подумать, как их можно купировать, подумать, как их можно минимализировать, да, то есть свести к минимуму. Их негативное влияние на вас, и тем самым повысить вашу уверенность в себе. А одновременно с этим нужно подумать, что вам нужно для уверенности в себе. Исходя из этого, составить цели, цели разбить на задажи, подумать об условиях выполнения этих задач, о средствах, которые у вас есть на выполнение этих задач, и организовать деятельность по выполнению этих самых задач. Только так можно бороться с вашей неуверенностью в себе. И, наконец, может быть такая ситуация, когда то, что вы боитесь за ребенка, то, что вы не уверены в себе, и то, что бабочки не приходят к нему вообще никак на нас обоих не связанных. И тогда эти три разные проблемы, каждая имеющая свои корни и нуждающаяся в проработке отдельно. То есть, условно говоря, каждая для них проблема, можно стать темой для работы с психологом лично. Лично. Вот так. Это, естественно, направление вашей работы, потому что вы написали здесь самые общие слова, самые общие какие-то моменты. Но я думаю, что при вашем желании решать проблемы, все вполне можно, все возможно изменить, все возможно поправить, все возможно улучшить. Было бы только ваше стремление и необходимость в том, чтобы это делать. Поэтому все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...